Итак, дорогие друзья, продолжаем. Я надеюсь, что вы немножечко передохнули, отдохнули. Я вам быстренько пробежусь и расскажу. Апельсины Мора, вкусные, сладкие. Бергамоты, сорт Бергамот, так и идет. Каругата, это апельсины, они очень похожи на каналикуляту. Сладкие, только не нужно из перепонки. Мандарин Миха сладкий, сладкий, классный, вкусный. Миягава, Васе, это все наши мандаринки. Дальше Шику Васа, просто мандарин. Девильд и Тангор Артаник. Классные, красивые экземпляры. Дальше Клементины, сорт Клементина. Аркабалена, 20-е горшки. Клементины, Рубина и просто Клементины, сладкие, красавчики. Так, тут у нас Трабут, дальше Миньола, Лимон Лунарио. Опять же, апельсины у нас стоят под лампами. Тут разные сорта есть. Так, это, скорее всего, у нас Триплоид, Триплоид, Триплоид. А, это Такли. Это Такли. Это Мандарин Миха, апельсин ванильный. Второй кануцелярный. Так. Фукумута, апельсин. Клементины, Рубина. Муся наша. Далее, экземпляры мы подозреваем пока, то есть мы не можем четко дать, сказать, кто конкретно это за сорт. Поскольку Пурша и Каламандины похожи без ярких обозначений, очень сложно. У нас есть сомнения, потому как питомник прислал их с подбиркой Пурша, но у нас есть сомнения. Поэтому мы, либо это Пурша, либо это Каламандин. То есть у нас пока этот сорт под вопросом, но мы про это постоянно говорим. Далее, Лемета Дирангпур сладкая. Осталось совсем их чуть-чуть, они постепенно зреют. Хочу пометить, что зачастую бывает, что растение уже приезжает с разбитым горшком. То есть это в процессе транспортировки такое бывает. Далее, Мандарины Миагава с приростами. Мусь, не надо воду пить оттуда. Аркабалена. Далее, Триплоид Клара. Кэмэл. Опять вот Михал. Триплоид. Все, Алькантара у нас в наличии. Дальше, Мандарин Камми. С той стороны у нас, да, Алькантара. Вот есть она. Да, Алькантара. И, 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 да, и Камель. То есть тут триплоиды стоят в наличии. Клементин Ориса. Клементин Оровал. Это Мандарин в шестнадцатом горшке. Это у нас новинка Вилла Бена Чикори. Морисоль. Два экземпляра. Каналикулят апельсины. В двадцатом горшке. Лаймы. Лайм Верде и Кафорский лаймы. Они огромные. Лаймы Верде в шестнадцатом горшке. Пченота в шестнадцатом-восемнадцатом экземпляре. Кукли. Две штучки осталось. Дальше наши укореняшки. Это Дирангпур и Лемета. Лемета Дирангпур. Да, вот осталось. Три штучки. Укореняются они у нас в теплице. Не здесь. И маточники тоже не здесь. Так, лимон Мейера на летящем драконе. Далее. Осталось совсем последних две штуки. Это Цитрон Макнаусан. Коснейший, у которого плоды пахнут дыней реально. Далее. По биркам. И вообще из питомника. Это те два экземпляра. Идут как варегатные рукобуды. Также у нас есть Диаманты и Цитрон Биг. В 18-м, в 16-м горшках. И дальше идут Цитрон и рукобуды. В 16-м, в 18-м и в 20-м горшках. Всего лишь осталось 4 сеянца кафрского лайма. 2 в 18-м горшке. И вот, наверное, штук в 8-м, в 20-м горшке. Далее. Неаполитанский лайм из Тинтери и Мацхеп. Матхасеп. Вот. Чтобы не спутать. Далее. Мексиканский классический и без шипов. Лайм Кват и Таварес. Один лайм Палестинский. Значит, на горшке, если у нас буква К помечена, это идут экземпляры, у которых есть какие-то прикорневые проблемы. Которые, вот, либо высохшие, корневая шейка, зарубцевавшись и так далее. Два осталось лайма Таити. Лайм Кват и Таварес. Есть в 18-м горшках, в 16-м горшках. И один лайм Кват Юстис, вот в черном горшочке. Что у нас в наличии? У нас в наличии Цитрон и Рука Будды. Они у нас есть и в 20-м горшке, и в 18-м, в 16-м. С приростами, с бутонами, цветут, завязывают постепенно. Также у нас есть растение, которое мы поставили на опыты. Смотрим, просматриваем. Тут же у нас есть Перетта, это варикатный Цитрон. Постепенно он тут начинает давать приросты, потому что он приехал уже изначально. Вот такой лысенький, и хотелось бы, чтобы он немножечко поддержал свою жизненную силу. Поэтому мы их поставили сюда под лампы. Ламп варикатный есть еще в наличии. Он, кстати, дает под лампами приросты. Вот показываю. Но он стоит у нас здесь под лампами. Под лампами у нас тут стоит специально кучка. Опять же, смотрим, проверяем, и потом я вам все подробно расскажу. Весь свой опыт. Поэтому бояться таких палочек не нужно, потому что всему есть причина и обозначение. Так, есть у нас экземпляры с плодами. Вот, кстати сказать, лимон и мейер, они с плодами у нас стоят поближе к свету. Вот большие 18-20 горшки. Опять же, вот они, 20-е стоят. Лимон и юзу 16-18-20. Вот еще лимон и мейер с плодами. Капучо 16-й горшки, цветущие с завязями. Вот еще лимон и мейер с плодами пушистые. Капучо, опять же, такие есть 20-е горшки с завязями. Крубара, уже начинают окрашивать плоды. Также и 18-е, и 20-е горшки потихонечку цветут и завязывают. Все постепенно, постепенно окрашивается. Лимон и Росса, 20-е горшках. Лимон и Эврика Пинг, 18-е горшках. Им очень хорошо, комфортно. Далее, лимон и Росса в 16-е горшках. Эврика Пинг вот стоит под лампами. Смотрим их, 4 штучки осталось в 16-м горшке. Остался один лимон Борнео. Новые, новинки. Пана Ди Печена из Тинтери. Дальше, так, это Артаник мы поставили. Лимон Бицара. Там еще какие-то экземпляры, не помню. В общем, поставили поближе к свету, просто посмотреть, что будет. Лимон из Агоробьянка, лимон Лунарио, Крубара. Это все в наличии. Волкомериана стоит у нас тоже, вот дает молодые приросты. Один вот стоит перета, цитрон перета. Он скинул лист, и вот он сейчас заново обрастает. Причина, почему цитрус может скидывать лист. Ну, на самом деле, таких причин много. Поэтому сложно сказать, почему происходит. По какой причине такое происходит. Но оно возможно, к сожалению. Так. В общем-то, быстренько вам получилось. Рассказала, пробежалась. Так, а что-то у нас лампа не работает. Наличие у нас есть еще. Ананасы, бананы, кофе, лавры. Разные горшечные растения. Сейчас посмотрю, что-то лампа отключилась. Чай, чайный куст. Эпифилум гватемальский. Геностема. Маракуйя. Куркума. Различные фикусы. Эпипрениум. Филодендроны. Кротоны. Аукубы. В общем, красота разная. Суккуленты. Агланемы, цикосы. Драцены. Хамидорея. Все есть. Если вас что-то интересует, пишите, спрашивайте. Более того, еще раз напоминаю, что мы работаем опытом. Мы работаем через расчетный счет. То есть, если нужно вам как организации. Опять же, да, то есть, если это оптовый заказ, отправка может быть и самолетом. То есть, все решаемо. Просто напишите, что вас интересует. Ну и, кстати, у нас тут совсем немножко кумкваты. Кумкваты, маргарита, биг, мейва осталась. Вот одна такая пышненькая. И кумкваты просто маргарита. Бум, да. Все, мы эту обовату забрали. И, по сути, в общем-то, фактически ничего уже и не осталось. Совсем-совсем мало растений в наличии. Поэтому, дорогие друзья, все впереди, все будет, все ожидаем. Хороших вам выходных. Впереди выходные. Всегда готовы вас радовать новостями интересными, роликами, интересными постами. Оставайтесь у нас, подписывайтесь. Всем очень будем рады, признательны за ваши лайки. Да и, в общем-то, хороших вам выходных и настроений. Всех благ, удачи, успехов. Всем пока. Всех обнимаю.